Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Из чего бы мне, господа, сегодня хотелось начать. Смотрите, как вы видите, курс доллар-рубля у нас все-таки продолжил вот этот момент укрепления. Но есть вероятность, что скоро это все может закончиться. Во-первых, смотрите, если мы посмотрим вот этот график, то тут очень наглядно видно, да, как у нас этот диапазон отрабатывался. То есть у нас вначале выходили мы там на 93,5, и потом уходили ниже 90,50, тут же опять на восстановление, уже до 92, потом опять уходили ниже 90,50, но не уходили ниже 89, да, то есть вот ниже 89 мы не уходили. После это очередной разгон, опять только до 92, даже чуть ниже, и опять ушли ниже 90,50, да. То есть есть вероятность, что сейчас отсюда могут опять начать разгонять, потому что на самом деле, еще раз говорю, задачи пока, чтобы прям полностью опустить курс доллар-рубля там в район 85, честно говоря, я не очень в это верю, пока. По крайней мере, из той ситуации, которая происходит с нефтью и так далее, мне кажется, что все-таки бюджет сейчас не в том состоянии для того, чтобы, соответственно, настолько проводить укрепление рубля, да. Но, смотрите, есть у нас один момент. Так как мы знаем, что управление у нас с курсом валюты происходит прежде всего через юань к рублю, да, и, соответственно, к евро к рублю, то есть фактически у нас курс-то искусственный, мы уже говорили, то, соответственно, все основные операции, да, они как бы у нас все-таки проходят для того, чтобы формировать ситуацию с курсом доллара в юань к рублю. И вот, смотрите, здесь мы с вами отслеживали по барным анализам ситуацию с импульсными барами, которые нам показывали непосредственно возможную новую эмиссию рубля, да. А есть еще такой тоже довольно серьезный сигнал по барный, это так называемый присевший бар. И вот, обратите внимание, он сейчас демонстрируется как раз, не знаю, как в итоге закроем сегодня мы этот день, останется ли этот бар неизменным, но факт в том, что он указывает на то, что здесь может произойти резкое движение. Оно может произойти как и по тренду, то есть, допустим, дальше вниз, так и против тренда, на отскок. То есть, фактически, это некие признаки сжимания пружины. И, в принципе, если смотреть на всю вот эту структуру, мы видим, да, что у нас вот этот вот уровень, он пока достаточно был все время устойчив в районе 12.40. И вот в этот раз могут либо попытаться его продавить, но опять же, тут нужны большие объемы и так далее. А может быть, опять вот этот сценарий на отскок, но уже, соответственно, не выше, там 12.55, например, и опять, соответственно, уход вниз, да. То есть, вначале будет такой резкий разворот, а потом, соответственно, тренд пойдет еще ниже на укрепление. Такой вариант вполне реален. Но главный момент, который сейчас у нас вот за эти два дня произошел, мы пробили вот этот импульсный бар. То есть, 12.50 пробит. Здесь у нас вот последняя граница была на 12.50, как раз, чтобы оставаться внутри этого бара. А это как раз та самая эмиссия рубля и так далее, да, где у нас новая девальвация должна была быть, соответственно, рубля, если бы не вмешивался ЦБ. Еще раз напоминаю, вот это все вмешательство ЦБ. То есть, они направленно давят курс, направленно. И вот сейчас они, собственно говоря, продавили это 12.50. Мы входим вот в эту пружину. И вот тут вопрос, все-таки это будет очередной отскок, да, пусть не дохаем, допустим, да, и, соответственно, уход еще глубже. Либо, соответственно, обратный разворот тенденции. Притом, обратите внимание, этот бар, эта пружина сжимается как раз тогда, когда завтра будут опубликованы индекс цен потребителей в США. А там уже, соответственно, и пятница, где, соответственно, российский индекс цен потребителей. И на самом деле сейчас весь рынок застыл в ожидании американских индекс цен потребителей, то есть, непосредственно по ситуации с инфляцией. Вот давайте посмотрим, непосредственно сейчас покажу вам по нашим, скажем так, параметрам по рынку. Вот, смотрите, юань к доллару офшорный снизился. Облигации американские десятилетки остановились в покупках. Доходность облигаций десятилетние остановилась. Доходность двухлетней даже чуть-чуть припала. Индекс доллара практически не изменен. Даже ситуация с нефтью немножко его сегодня привела в движение. Но в целом, опять же, видите, тоже завис на 102.50. Потому что в зависимости от того, какие выйдут данные по инфляции, соответственно, индекс доллара может уйти 103-103.50. Вот так. 104 может быть в перспективе, но вот 103-103.50 он посетить может мгновенно. И если наоборот инфляция, допустим, покажет снижение, он также может ослабнуть вплоть до 150 обратно. 101-150 вот сюда вот спокойно он может уйти. Это все будет зависеть, господа, от завтрашнего дня. Поэтому на самом деле вся аналитика сегодняшняя, она по факту строится на том, что ждать надо с завтрашнего дня. Любая статистика с завтрашнего дня может определить дальнейший вообще в принципе тренд по ситуации и с курсом, и с рынком. Вот смотрите, что у нас происходит. Сейчас покажу непосредственно по ситуации с американским рынком. S&P 500 застыл. Тоже не может пробивать дальше за 770. Это вполне логично, потому что, еще раз говорю, все ждут завтрашняя ситуация с индексом цен потребителей. Либо S&P 500 пойдет сразу на прорыв в район 4.800, либо откат до 4.700 и даже 4.680 дорога на 4.600 откроется. Все будет зависеть от того, какие данные выйдут. Будет рост инфляции, будет снижение инфляции и насколько. То есть эти цифры тоже будут иметь значение. И, господа, с нефтью. С нефтью то же самое. Притом запасы у нас сегодня выходили неоднозначные. Одни вышли сильно сокращающиеся, другие немножко подросли. И вот здесь мы видим, что вначале нефть пыталась выйти за 78, а потом, собственно говоря, вот уже опускается опять даже уже ниже 77. То есть это тоже надо момент учитывать. Это все связано прежде всего, конечно же, с тем, что запасы показали неоднозначную ситуацию. То есть с одной стороны было видно, что все-таки запасы сократились и спрос хороший. А те, которые вышли официально, ну там, как я уже говорил, американцы с ними мутят, показали вдруг плюс. Поэтому мы эту реакцию видим. Доллар при этом тоже, вот если вначале, когда нефть полетела на 78, видите, он рос. А как только нефть начала падать, он начал опять тоже снижаться. Как я уже говорил, все это прямую задействовано непосредственно механизмом между индексом доллара и нефти. Об этом мы чуть поговорим попозже. Давайте быстренько пройдем по календарю. Но прежде, господа, хочу еще один момент вам показать. Я вам неоднократно показывал, когда происходят мутки с рынком и мутки непосредственно с манипуляциями движения рынка в разные стороны, направления. За счет, естественно, фундаментала, за счет новостей, за счет вот этого вранья, который я вам говорил, который проводит тот же ФРС и так далее. И сегодня, господа, у нас такой пример. Это опять биткоин. Я вас предупреждал о том, что здесь будет 100%, практически 99%, да, 100% нигде нельзя давать. А мутка опять с этим одобрением ETF. Я вас сразу предупреждал, что не дадут сразу прям заработать. Рынок еще держит, пока он держит, потому что он еще надеется, что на самом деле все-таки это одобрение есть. Вот я вам сейчас покажу новости к вопросу о том, насколько там не работает фундаментальный фонд. Смотрите, аккаунт SECX, то есть бывший твиттер, взломан, чтобы ложно сказать, что биткоин ETF одобрен. То есть опять произошла такая же история, что был создан непосредственно прецедент, который оказался следующим образом. То есть SEC, буквально там движение происходило в районе 15 минут. То есть смотрите, вначале резко выходит новость о том, что SEC одобрил ETF. После этого биткоин улетает на 48 тысяч. Это вот к вопросу о том, что даже крипта, там многие же сомневались, что крипта уходит чисто по технике. Нет, здесь все чистой воды было фундаментально, манипуляция новостями, как было и в прошлый раз. И почему, вот кстати, вот он, это тоже был в прошлый раз. Вначале тоже было одобрение, а потом все-таки нет, слили. А потом опять все это дело начали опять спекулировать, разгонять, что все-таки будет и так далее. И рынок сейчас уже третий раз практически накалывается на эти манипуляции. Притом рынок уже не верит, видите, то есть откат 48 тысяч, да, он произошел до 44 тысяч. То есть практически откуда все это дело начиналось, но дальше не падает. Хотя на самом деле, если мы посмотрим по той информации о том, когда вот вышли вот эти данные якобы об одобрении, то через 15 минут ровно Герри Генслер объявил это сообщение несанкционированным и неточным. В своем сообщении на Твиттере Генслер заявил, то есть Твиттер это Икс, который, да, что учетная запись SEC на этой платформе была скомпрометирована. И что был опубликован несанкционированный твит. И дальше смотрите, что он говорит. Комиссия по ценным бумагам на бирже SEC не одобрила листинг. И торговлю с плотовыми биржевыми продуктами биткоинов добавил он. Ну, рынок на это отреагировал. Как я и говорил, что это чистой воды манипуляция. Я вас предупреждал, вот смотрите, обратите внимание, насколько, еще раз говорю, там этот BlackRock, Vanguard, там все вот эти Ротшильдовские системы, насколько они, я вам говорил тысячу раз о том, что они могут спокойно в любой момент, на самом деле, если хотят одобрить этот биткоиновский ETF. Никто им на самом деле не мешает. Они управляют на самом деле всей финансовой системой. Но зачем, когда ты можешь постоянно, и сейчас вот представьте как, несанкционированный, взломанный аккаунт. То есть, ну такая шляпа полностью. Такое вранье в чистом виде. Там даже, кстати, один из, по-моему, то ли Скоромуча, то ли как его, не помню, как его называют. Один из, так сказать, достаточно крупных, так сказать, крипто, так сказать, магнатов, он заявил о том, что он не верит Генслеру, просто не верит. Потому что, еще раз говорю, вот представляете, насколько надо было придумать на 15 минут ровно выйти с твитом, сообщить о том, что, собственно говоря, одобрили. И потом тут же, через 15 минут, когда вот представляете, там народ залетает весь, все туда сразу заскакивают, ну все, там рост будет вообще там до 60, до 100 тысяч, куда угодно. Все, все, естественно, этим хотели воспользоваться. И тут же, через 15 минут, выходит новость о том, что нет, нет одобрения. И все тут же валится обратно, но уже не так глубоко. Еще раз говорю, сценарий напоминает, как вот здесь. То есть, что здесь, что вот здесь, все равно откат полный не произошел. Потому что, еще раз говорю, рынок уверовал. Рынок уверовал и ждет. Все равно они надеются на то, что это одобрение будет. И самое главное, что даже если действительно подтвердится, что этого одобрения не будет, на самом деле коррекция может быть гораздо глубже в этот момент. Я думаю, где-то там на 41,800. То есть, грубо говоря, вот сюда, например, свалится, да? Не думаю, что там полетят сразу на 30 тысяч и так далее. Потому что сейчас все ждут все равно, что подадут новую заявку. Подадут новую заявку. В общем, этот процесс вечный. Можно опять отменять заявки, опять подтверждать заявки. И тем самым создавать колебания. То в одну сторону гнать, то в другую. Здесь пока чистой воды. Вот это ожидание. И больше ничего. И как я предупреждал, манипуляции с этим происходят элементарно. И также, господа, везде, во всем рынке, особенно, как я уже говорил, ситуация с нефтью, также манипулируют. Именно с помощью вот этого новостного фона. Как я вам говорил, что все это фуфло, что ФРСники, фуфлыжники, это так и есть. Потому что вот вам живой пример. СЕК, это, между прочим, комиссия по ценным бумагам. Даже там, сука, мутки. Даже там конкретно этот Генслер, и он уже это делает не первый раз, совершает вот эти все манипуляции. Вот с этим фуфлом. И еще раз говорю, смотрите, никто за это отвечать не будет. Вот там сколько ликвидировали позиций, 48 тысяч до 44 летели, да? Сколько там могло было быть ликвидаций? Достаточно много. Кто это все вернет? Да никто. Кто за это отвечает? Да никто. Ровно о чем я вам постоянно и говорю. Поэтому, господа, будьте очень осторожны. И еще раз говорю, когда там рисуют любители чертения, черчения всевозможные там, курсы доллар-рубля, попытки там какие-то начертить фибоначи, там еще что-то, да? Вот, кстати, на самом деле, смотрите, сейчас идет просчет, указано, что у нас уже построена пятиволновка, это к технике немного так возвращаюсь, да? И смотрите, коррекция вплоть до 37 тысяч, 34 там 500, 31 и даже 28 800. Вот такое может быть коррекционные движения по биткоину, да? Это чистая техника, я вам просто говорю. А управляет все фундаменталом. Все управляет фундаменталом. Поэтому черчение на курсе доллар-рубля, это вообще бестолковая тупая затея. Про что я вам говорил неоднократно, что курс у нас валюты искусственный, нет у нас как такового курса доллар-рубля, нету. Он просто абсолютно является зеркальным отражением воздействия ЦБ со стороны юаня к рублю и евро к рублю. И сейчас, господа, происходит исключительно работа ЦБ и Минфина. Все. Вот больше, даже доллар сейчас не влияет. Ситуация с нефтью, тут вопрос. Тут вопрос. Есть вероятность, что все-таки именно ситуация с Юрлсом, мне кажется, все-таки влияет. Поэтому еще раз говорю, когда будете смотреть рисунки вот этих художников, биржевиков, кречетовых, елисеевых и так далее, будьте очень осторожны. Все это абсолютно не имеет никакого реального анализа, а это чистой воды гадания на кофейной гуще. Вот сейчас мы видим, как работает Центробанк, просто держит диапазон, какой ему надо. И даже дает укрепление, постепенно по верхним границам давит. И обратите внимание, все вот эти наши раздлиновки, которые чисто на фундаментале. Никакой техники нет вообще, ни хаев, ни лаев. Чисто все привязано к эмиссии рубля, когда выходили непосредственно новые объемы по эмиссии. И, соответственно, все отрабатывает. Все четенько. И вот мы опять на этом частоколе остановились пока, который у нас до Нового года был, после начала Нового года. И вот, собственно говоря, пока вот эту границу мы не пробили. Но что будет завтра, пока гарантий никаких нет. Но я могу сказать одно. Если, господа, мы все-таки пробьем 87.50, вот эту зону, то с большой вероятностью, вот, да, из вот этого коридора мы будем идти вот в этот коридор. То есть это к 85 тогда будет направление непосредственно укрепления рубля. Это еще раз говорю. И если ЦБ и Минфин ставят такую задачу, вот здесь конкретно, вот эта зона, она для нас, вот этот 87.50, будет показательна. Будут ее прошивать, тогда есть вероятность похода обратно 85. Если не будут прошивать, могут даже до туда не дойти. Вот я жду пока вообще, на самом деле, вот этот 89.50 удержание, а дальше, соответственно, обратно возврат на 92. Но, как я вас и говорил, предупреждал, что никаких американских горок не будет. Никаких там полетов на 120 по доллару, или там погружения там куда-нибудь на 70 и прочее, да. Этого ничего такого не будет. Вот он, диапазон. Ровно то, что нужно ЦБ и Минфину. Никакие американские горки им не нужны. Поэтому это вы должны четко понимать. Здесь исключительно должен быть диапазон. То есть, предсказуемость курса. А ситуация с нефтью, в принципе, я думаю, как раз к этому сейчас и ведет. Так, ну давайте теперь все-таки разберемся быстренько с нашим календарем. По факту, потому что он у нас будет достаточно, во-первых, короткий, а во-вторых, в принципе, основное у нас все равно все, господа, теперь завтра. Мы полностью переключаемся на завтра. Значит, смотрите, что мы ждали сегодня. Недельные запасы сырой нефти по данному Американского института нефти. Я вас предупреждал, что это будет очень серьезный фактор. И действительно, нефть среагировала сразу. Она сразу пошла на восстановление, потому что вышел хороший такой минусовой запас, что демонстрировало, естественно, восстановление опять спроса, да. А еще, господа, смотрите, повстанцы Хуситы в Йемене совершили одну из крупнейших на сегодняшний день реактивных атак и атак беспилотников на коммерческие суходоходные пути в Красном море. Поздно вечером во вторник, что подчеркивает устойчивую напряженность в этом регионе. Это опять к вопросу о том, что Ближний Восток, еще раз говорю, никуда не ушел. Он все равно этим черным лебедем висит. Но при этом, господа, смотрите, а золото не растет. Золото не растет. Почему? Потому что ждут индексы цен потребителей. Нужно иметь понимание, что будет дальше со ставкой. Поэтому защитный фон, он как бы за 2000 еще держит. Но ожидание дальнейшее, собственно, решение поставки, то есть будет ли она дальше снижаться, либо будет оставаться, вот это и повлияет на дальнейшую ситуацию с золотом. Потому что ситуация на Ближнем Востоке фактически перешла в режим просто стандарта. То есть каждый день там что-то происходит, что-то взрывается, что-то там уничтожается, кто-то чего-то на кого-то нападает и так далее. Рынки решили, что это все управляемый хаос и пока на это сильно не реагируют. Пока картина, естественно, не перейдет из управляемого в неуправляемый. И тогда, естественно, мы увидим резкий рост золота и так далее. Но для этого, как мы уже говорили, нужно как минимум Ирану вступить в реальные боевые действия. Так вот, с нефтью, как я уже говорил, это основа основ. Американцы с нефтью завязаны по полной программе, потому что, как я уже говорил, для тех, кто канал смотрит впервые, во-первых, ситуация привязки цен нефти к доллару, во-вторых, естественно, запасение нефти, которые в стратегические запасы были полностью практически обнулены, и нужно тоже заполнять по самой минимальной цене. Выборы, которые начинаются, а, между прочим, уже на следующей неделе, господа, начинаются кокусы, по-моему, они называются у них, это непосредственно голосование между партийные, то есть фактически будут выбирать своего кандидата. То есть все уже, как говорится, эраториальный цикл начался, выборы начинаются, и, естественно, это все тоже будет отражаться на ситуацию, с, как говорится, и с нефтью, и с рынками. Нефть, естественно, будут стараться давить, потому что, понятно, что демократам надо прийти опять к власти, подтасовки всевозможные там будут, естественно, все равно находиться в фокусе, как говорится, возможного применения, потому что, понятно, что и почтовое голосование, и кучу завезенных иммигрантов, которые могут голосовать по почтовому голосованию, при этом даже не имея документов, подтверждающих личность, то есть, ну, блин, более непрозрачных выборов, более манипуляционную систему, которые просто, ну, блин, назвать честными выборами вообще даже язык не поворачивается, потому что, ну, настолько там просто возможности мухлевать. Это вот когда там любители и не любители России, да, когда они там рассказывают про то, какие у нас там нечестные выборы, как и в Руси или там предвыборы и так далее, да в Америке там вообще не то, что честные, там их выборами назвать нельзя, там просто одна сплошная махинация, сплошное фуфло, потому что почтовые голосования вообще, это такой вот просто реальная форточка, чтобы делать ровно то, что тебе надо. Вот ты хочешь, чтобы победил там вот этот полумаразматик Байден, да? Да не вопрос, пожалуйста, завозишь кучу иммигрантов, эти мигранты тупо голосуют по почтовому голосованию, там никто даже не проверяет личности, трупы голосуют и все, понятно. Ну, трупы голосовать за сатанистов, это нормально, естественно, да? То есть Дипстейт, это же все, в принципе, и Ротшильдовская вся эта тема, Рокфельдовская и прочее, да, Блэк-Рокки, авангарды, там вот эти самые крупнейшие фонды, поэтому все понятно. Там все сплошная, естественно, махинация будет, и трупы за них голосуют, потому что, в принципе, они тоже сатанисты, и это нормально. Поэтому здесь, в принципе, ситуация какая? Ситуация борьбы между партиями, она, естественно, назревает. И я думаю, что республиканцы прекрасно понимают, что там манипуляции для того, чтобы избрать опять полутурга и вместо, так сказать, фронтмена, чтобы там ходил и, как говорится, опять падал с лестницы там и так далее, а руководили всякие Саливаны и прочее, это, понятное дело, задача стоит. И, ну, республиканцы понимают, что им тоже нельзя упускать шанс, чтобы демократы их смогли в очередной раз обмануть, да? Поэтому там уже вероятность какой-нибудь гражданской войны и так далее может в этом плане нарастать. Поэтому сейчас республиканцы очень сосредоточатся на тем, чтобы не допускать всех этих эмигрантов, хотя они там просто пачками все равно завыезжают, уже больше, чем население самой Америки. Поэтому, еще раз говорю, здесь вот это все, вот эти все процессы, они будут завязаны и с ситуацией ценами на нефть, и на рынке по-любому. И, естественно, цены на нефть надо снижать, чтобы вот эти вот победа демократов, хотя бы демонстрация хотя бы того, что они чего-то там добились, что у них якобы экономика хорошая за счет этого, тогда не за счет того, что они там кучу санкций наложили, фактически просто пролоббировали везде с себя свои, как говорится, компании, абсолютно запретили продавать другим, никакого там честного свободного рынка нету, это тоже все понятно, но надо показывать все равно, что якобы вот это все, так сказать, заслуги именно того, что у них там демократия. Поэтому этот момент надо тоже учитывать. Ну и, как я уже говорил, естественно, нефть влияет краеугольным камнем на ситуацию с Россией, это прежде всего на цены на, соответственно, Юрлс, да, которые, естественно, по которым Россия продает, вот, а цены на Юрлс, естественно, влияют в том числе и на бренд, и, соответственно, надо понимать, что эта связка есть, российский бюджет завязан с Юрлсом, нефтегазовые доходы, естественно, приходят по цене Юрлса, да, но прежде всего нефть, вот, поэтому, естественно, эта связь с нефтью и курсом валют абсолютно напрямую завязана, поэтому надо понимать. Ну, а и как уже мы понимаем, и уже говорили, что за счет доллара американцы, естественно, цены на нефть, в том числе на любое сырье, могут также подавлять за счет повышения покупательной способности доллара, и тем самым, соответственно, давить на реальную стоимость, реальных предметов, таких как сырье, которые конечны, с помощью просто печатной бумажки. Поэтому вот этот момент надо учитывать. Без анализа ситуации с нефтью, да, и без анализа ситуации с индексом доллара, естественно, никакого курса валют вы просто спрогнозировать не сможете. Поэтому ситуация с нефтью у нас в начале была лучше, то есть в итоге цена на нефть стала возвращаться за 78, как только запасы вышли, вот эти новости по поводу ударов, куситов там и так далее, да, но как только вышли вторые запасы, а они уже показали официальные, так называемые, уже плюс, мы видим, что нефть в итоге скатилась опять ниже 77. Но фьючерсы, опять же, там, да, вот эти вот спекулятивными, которые, собственно говоря, американцы дают на цену на нефть, шортят, показывают все-таки так называемую, что называется, контанго-картину, которая, собственно говоря, говорит о том, что, вернее, до этого она показывала контанго, да, и это как раз говорило о том, что указывает на падение цен на нефть, а сейчас показывать начало в бэквардацию, то есть тут уже вопрос, который как раз рассматривается как вероятность того, что все-таки цена на нефть может расти. Это чисто такие финансовые, скажем так, что называется, термины, да, просто это надо понимать, что это разница стоимости фьючерсных контрактов ближнего и дальнего периода. Вот, поэтому здесь, соответственно, в этой ситуации нефть пока все равно поддержку имеет на 76, а вот 78 пока вопрос, да, то есть удерживать его сложно. И, естественно, как мы понимаем, это тоже влияет, особенно ситуация непосредственно с Юрлсом, когда он ниже 60, на поведение ЦБ и Минфина в рамках бюджетного правила. И вот сейчас мы видим, что когда у нас нефть ниже 60, с большой вероятностью вот эти продажи преобладают. Как только мы начали приближаться опять к 60, смотрите, 59,97, и уже видим, что сегодня курс уже не так сильно укреплялся по сравнению с тем, как, например, это происходило вчера, да, сегодня уже там, вот, вот вчерашняя свеча, да, вот сегодняшняя, то есть объемы совсем уже другие, не так проливали, как это было до этого. Поэтому еще раз говорю, будем наблюдать ситуацию и непосредственно с нефтью, и, конечно же, ждем индексом потребителя, это самое важное. Теперь смотрите дальше. Значит, нефть мы получили, выступление представителя ЕЦБ Шнабеля, я пока вот смотрел, не нашел, что он там сказал, ну, и это уже, в принципе, особо роль не играет, потому что, еще раз говорю, все сейчас сосредоточены на одном, все ждут данные по индустрии потребителей. Выступление главы банка Англии, Белли, тоже пока не нашел, они, как правило, там публикуются на следующий день, то есть, скорее всего, это завтра будет видно. Ну и, конечно, как я уже говорил, запасы сырой нефти США официальные, были неофициальные, есть официальные, и вот я вам, кстати, покажу, вот эти были, буквально, так называемые официальные, вот они, видите, 1,338 миллиона баррелей в плюсе, то есть, 1,3 миллиона баррелей в плюсе, предыдущие были минус 5,5, то есть, был минус, прогнозировали, что будет все-таки минус, стал немножко плюс. Я думаю, что американцы это все смухлевали, а вот какие были ночью, минус 5,2. Вот на этом нефть росла, именно на 5,2 нефть пошла расти. В этот раз, которые уже жили официальные, они показали плюс. Поэтому там, статья вот этой мутки, вполне велика, да, мы это знаем, но факт остается фактом, нефть на это реагирует, и доллару, соответственно, не пришлось сильно давить на цены на нефть. И что мы еще сегодня ждем, господа, просто он выйдет уже в 23, это речь члена ФРС Уильямса, очередного фуфлышника, который, соответственно, должен будет создать какой-то фон для поддержки доллара, естественно, да, потому что, напоминаю, если индексы потребителей покажут все-таки, что они, допустим, снижаются, да, то есть инфляция падает, доллар может ослабнуть, его нужна будет поддержка, иначе тогда также нефть резко пойдет вверх. Это надо четко понимать. Несмотря на то, что они там мутят со всеми вот этими там потолками нефтяными и так далее, да, все равно, вот мы видим, что сейчас картина, я вам даже покажу вот здесь, сейчас покажу вот здесь, смотрите, вот, цена VTI поднялась выше 73 долларов за баррель после того, как поддерживаемые Ираном повстанцы Хуситы предприняли новые нападения на торговые суда, да, хотя сообщения о пострадавших в Ильичербии не поступало. Инциденты, которые продолжаются, несмотря на развертывание военно-морских сил под руководством США, что я и доказывал, да, где-то он вам, да, говорил, что ничего американцы там сделать не смогут, рассматриваются, как побочный эффект войны между Израилем и Хамасом. То есть это как бы всерьез, особо сейчас уже, как я уже говорю, не воспринимается. Но ситуация с инфляцией, она влияет, потому что, когда корабли ходить там не будут, естественно, это все очень удорожает непосредственно цепочки поставок, и, как мы уже говорили, это рост инфляции. Поддержку ценам на нефть также оказывает отчет Американского института нефти о том, что общенациональные запасы упали на 5,2, это вот, которых я вам показывал, которые ночью вышли на прошлой неделе. Ожидается также, что запасы в Кушинге сократятся впервые за 12 недель. Они сократились, но на самом деле, видите, все равно оказались в плюсе. И стремительный спред ВТА перешел в бычью структуру, сигнализирующей о более высоком спросе. То есть на самом деле на баррель в ближайшие перспективы. То есть на самом деле, как я уже сказал, ситуация с ростом цен на нефть, она сейчас все-таки рассматривается более вероятным сценарием. И мы видим, что даже при вот этом всем спекулятивном воздействии давления американцев и так далее, плюс вчера было заявлено о том, что Россия сократила очень сильно добычу. И это американцам пришлось тоже признавать, хотя и официальные данные засекречены. Вот. Это все говорит о том, что все-таки ОПЕК действительно начинает сокращать на 2,2 миллиона баррелей. И вот тут уже с этим бороться будет сложнее. Несмотря на то, что там вся вот эта вот структура выстроена, ЮРОС там держат, соответственно, давят спекулянты, соответственно, не дают вот как раз разогнаться ценам на нефть, но все равно вот этот факт, который наступает, вполне может привести к тому, что цены на нефть могут начать расти. И если мы вспомним бюджетное правило, как только мы выйдем за 60, есть вероятность, что прекратится продажа из фонда национального состояния, а начнутся закупки, что начнет девальвировать рубль. Поэтому вот этот момент, господа, мы должны, соответственно, постоянно между этим всем понимать. И вот эта ситуация с выступлением ФРСника, она, естественно, должна обеспечить как раз удержание этого доллара, потому что иначе цены на нефть пойдут вверх. Теперь смотрите дальше, что же мы с вами, господа, ждем в итоге непосредственно на завтра. Ежемесячный отчет ЕЦБ, общее число лиц, получающих пособие по безработице США. Значит, ежемесячный отчет ЕЦБ, это будет связано прежде всего с евро, ну и в целом это будет понимание, какая, так сказать, картина все-таки возможной денежно-кредитной политики по Европе, а значит, соответственно, и по США там будет перекликаться. Значит, смотрите, общее число лиц, получая их пособие по безработице в США, это будет важнейшая статистика, но к ней приходит еще более важная базовый индекс потребительских цен и индекс потребительских цен США. Также туда придет число первичных заявок на получение пособия по безработице в Российской Федерации. То есть, мы получим завтра достаточно серьезный свод данных, который влияет в целом на весь американский рынок, на все мировые рынки, на ситуацию с долларом, на ситуацию с индексом доллара, на ситуацию с курсом валют, и плюс еще и российские данные, которые тоже будут оказывать влияние на ситуацию с курсом валют. Поэтому, еще раз говорю, вот этот вот даже технически возникший сигнал вот этого присевшего бара, сжимаемой пружины на юане с большой вероятностью связано как раз с тем, что вот эти события могут резко привести к развороту, либо наоборот к резкому движению в том же направлении, то есть укрепление рубля, который, собственно говоря, уже у нас вот последние дни идет. И вот эта статистика, господа, будет самая важная. На нее будет реакция и индекса доллара, и S&P 500, то есть американского рынка индексов, там, NASDAQ, Биткоин и так далее. Все будут задействованы как раз непосредственно, если произойдет вот эти данные, и они покажут либо одну сторону, то есть либо повышение инфляции, либо снижение. Соответствующая реакция будет везде. Поэтому, переходя уже к прогнозам, естественно, мы все ждем этих данных. По России, конкретно, по рублю, все равно будем еще ждать, конечно, данные, которые будут в пятницу, то есть Российской Федерации. На данный этап, возможно, пока, так сказать, будут выходить американские, но не выйдут русские, российские, то есть вероятность, что, возможно, мы встанем где-нибудь в ожидании в районе вот этого 89-50, то есть что-то мне подсказывает, вот видите, вот сегодня была такая попытка выйти за 89, но выкупили, выкупили, и по факту пока, то есть вот этот пробой, да, он отложен. Есть вероятность, что-либо после американских данных произойдет, например, коррекция, например, на 91-50, и это опять будет очередной недохай, а тогда, соответственно, потом опять пойти в ниже, да, либо, соответственно, могут сразу начинать опять проливать в район 87-50, как я уже говорил, то есть постепенно, либо направленно, я не знаю, как там у ЦБ сейчас стоит задача, но что мне не нравится, потому что Юань вот здесь, как я уже сказал, прошел, эти 12-60, да, пробил он их, так, а что он здесь не обновил, что ли? Да, вот смотрите, собственно говоря, вот этот импульсный бар пробит, и есть вероятность, что все-таки мы идем в район 12-25, вот сюда, вот как это было раньше, вот здесь, если мы вспоминаем ту историю, когда начался вот этот указ президента, то ровно вот здесь пик наступил распродажа НДПИ, именно вот здесь, мы помним, что сейчас вот этот, собственно говоря, указ действует, и при этом мы помним, что тогда ситуация немножко была другая с нефтью, да, сейчас все-таки нефть достаточно сильно просела, и все-таки находится ниже даже потолка, да, вот смотрите, по доллару-рублю, это тогда тоже, соответственно, было пик в районе 87-50, а дальше, соответственно, все, начался наоборот ослабление рубля, да, то есть вопрос, если это все-таки идет период уплаты НДПИ, да, пиковый, естественно, там будет уже к 28-ому числу где-то, то, соответственно, если это идет репатриация выручки, но мы опять же не знаем, какие объемы и так далее, может быть, этот процесс действительно вот где-нибудь там до 87-50 продолжится, потому что, еще раз говорю, сейчас это делает ЦБ и Минфин, с другой стороны, если все-таки задачи нет, дальнейшего укрепления, то, возможно, вот от этой точки, потому что, ну, как бы длительное время мы все-таки вот этот 89-й не пересекали, что вот здесь не пересекали, что вот здесь не пересекали, возможно, все-таки начнут обратно вот этот возврат, но явно не до 92-х, то есть, скорее всего, до 91-50. Все будет сейчас зависеть от тех данных, которые сейчас будут выходить непосредственно по индексу цен потребителей США и пятница индекс цен потребителей России. Кстати, пособие по безработице, как вы понимаете, российские, которые выйдут завтра вместе с индексом цен потребителей США, это проинфляционный риск, который, соответственно, опять может указать на, во-первых, устойчивость экономики Российской Федерации и, соответственно, на вероятность разгона, опять же, инфляции, да, если пособия растут, значит, это хорошо для ЦБ, но плохо для экономики. Если пособия сокращаются, хорошо для экономики, но плохо для ЦБ. И вот эта вилка, она, естественно, тоже будет указывать нам определенные сигналы. Перед индексом цен потребителей мы можем понимать, если, соответственно, пособия сокращаются, значит, экономика устойчивая, инфляция будет дальше разгоняться. Если пособия начинаются расти, то это уже указывает на то, что с большой вероятностью возможно, инфляция будет замедляться. И это как бы есть вероятность того, что, соответственно, рубль можно держать более ослабленным для пополнения бюджета, ставки, соответственно, можно будет не поднимать и так далее. И это все в цепочках, соответственно, исключительно, как говорится, ожиданий и фактов. Поэтому эту статистику, естественно, мы завтра тоже внимательно следим. Пока в данный момент все-таки рассматриваю вариант либо вот этого удержания, соответственно, 89 уровня, либо, если все-таки пробой, тогда поход вплоть до 87-50. Если все-таки не пробой, если все-таки не пробой и попытка вернуться за 90-50, то, соответственно, не выше 91-50. Вот такая пока картина для меня. И еще раз говорю, все будет зависеть от ЦБ и Минфина. То есть, я не могу отвечать за действия ЦБ и Минфина, а видно, что работает сейчас исключительно они. Они определяют дальнейшую, собственно говоря, политику. И по Юаню, соответственно, это будет картина следующая. То есть, либо все-таки будет попытка вернуться за 12-60, а это будет, скорее всего, как минимум, там 12-50, 12-55, вот что-то в этом роде 12-60 могут не пересекать, да? И в итоге тогда, если там, соответственно, опять не пускают, не пробивают, тогда есть вероятность, соответственно, обратный уход на 12-30, и в итоге 12-25. Вот там уже есть вероятность приостановки этого укрепления, но опять же, и как раз это будет совпадать с походом к этому 12-му числу, то есть, в пятницу, когда будут выходить индекс цен потребителей. Либо же все-таки выпустят обратно за 12-60, но тогда опять будет не до хай, то есть, где-то там 12-70, и, соответственно, опять можно получить еще глубже. То есть, сейчас, в данный момент, из того, что, по крайней мере, происходит действие ЦБ, опять же, если опять же туда заложить вариант, что возможно и происходит с фондом национального состояния, то пока укрепление рубля наиболее вероятный сценарий, нежели ослабление. Еще раз говорю, в долгосроке, ну, скажем так, в средней сроке, не в долгосроке, в средней сроке, все равно ослабление рубля наступит. Я не вижу причин сейчас ему укрепляться. Для того, чтобы его конкретно сейчас прогнозировать, вот конкретно, прям, какой тренд, там, средний срок, долгосрок, да, нужны данные по валютным интервенциям, у нас они отсутствуют, нужны данные по эмиссии рубля, они тоже отсутствуют, и индекс цен потребителей, соответственно, получим завтра, ой, делать прогнозы, насколько там ЦБ имеет, во-первых, а, объемы валюты, чтобы дальше продолжать укреплять, потому что, напомню, когда Набиулина заявила, что в ноябре, вот он, ноябрь у нас, да, вот он, в ноябре, вот это вот, когда у нас курс был в районе 88, Набиулина тогда заявила, а это было уже в декабре, в декабре она сообщила о том, что продажа в ноябре, достигла стопроцентной выручки экспортной, то есть, фактически, тогда это привело только к 88, укрепление рубля, в этот раз, а мы вспоминаем, да, смотрите, идем сюда, где у нас ноябрь, вот он, смотрите, в ноябре, напоминаю, 621 миллиард были на продажу, 621, в декабре, всего 244, ну вот и смотрите, оно сократилось практически в два раза, как минимум, да, то есть, получается, экспортная выручка сократилась в два раза, вот теперь представьте, если у нас сейчас, во-первых, а, Индии, мы там меньше стали продавать нефть, потому что там прежде всего вопросы связаны с рупием, да, мы это уже тоже говорили, то есть, соответственно, допустим, объемы продажи нефти снизились, да, зато, возможно, приходит больше конвертируемая валюта, ну вот представьте, с ноября, это было укрепление до 88, и декабрь, а там мы только дошли до 89, то есть, вот сейчас, если, допустим, валютные интервенции там выросли резко, то для того, чтобы продавить с 88, там, до 85, это какой должен быть объем, какой должен быть объем валютной интервенции, вот если мы посмотрим, ну здесь мы шли в обратную сторону, здесь мы как раз девальвировали рубль, да, то есть, сравнить нам особо не с чем пока, но получается только с ноябрем, вот к ноябрю мы можем обратиться, вот здесь была стопроцентная, как заявила Набиулина, собственно говоря, реализация той самой выручки, а дальше, соответственно, да, грубо говоря, чтобы нам продавить еще ниже, ну тогда надо еще больше объема, из фонда национального благосостояния, если они подключают, ну это растрачивание резервов, поэтому еще раз говорю, здесь очень такой тонкий баланс, который будет понятен только тогда, когда выйдут данные, пока это непонятно, ну и как я уже сказал, если мы обладаем все-таки валютными интервенциями в размере декабря, а не ноября, ну тогда, собственно говоря, здесь уже и должна закончиться вот эта репатриация валютной выручки, да, и как раз, собственно говоря, начаться тогда ослабление. Вот такая, господа, картина у нас получается по евро, здесь, соответственно, у нас, как я уже тоже сказал, есть вероятность продолжения укрепления до 96.50, для нас это будет такой основной показатель, если они все-таки опять туда погонят, и догонят до 96.50, вот там вопрос, как говорится, там, скорее всего, может опять начаться разворот, но, как я уже сказал, объемы валютной выручки, надо понимать, какие, мы пока не знаем, в ноябре это было, при том, как говорится, стопроцентный, как заявлял, наибулино, это 96.50. В этот раз, если еще раз говорю, не подкупать, ну, не продавать дополнительные объемы, то там, возможно, картина будет иная. и, кстати, давайте посмотрим, ради интереса, для того, чтобы было полное понимание, вот смотрите, у нас, мы же с вами не чертители, правильно, мы же с вами все-таки работаем аналитиками, вот смотрите, декабрь, о, вернее, ноябрь, 22 число, идем, и идем вот сюда, находим, ноябрь, 22 число, какая была стоимость, ну, вот смотрите, ноябрь, 22, у нас, стоимость юрлс была 61.44, сейчас, в данный момент, она 59.97, то есть, тогда, как раз, получается, выручка поступала, и, судя по всему, фон национального благосостояния, должны были направлять, но тогда бюджетные правила работали немножко по-другому, поэтому, тут вопрос, как они его, к цене на нефть, они приравнивали, нет, в тот момент, потому что там был просто общий доход, не конкретно с привязкой к ценам на нефть, но, в общем, смысл в том, что бренд тогда не сильно по цене, отличалась от той картины, которую имеем сейчас, поэтому, еще раз говорю, вот этот 96, пока под большим вопросом, достигнем мы его или нет, но, если направленно льют, возможно, и достигнем, поэтому, еще раз говорю, будем наблюдать, ну, и, соответственно, если 99.50 будет восстановлен, то, судя по всему, не выше 101.50, опять-то, уже не до хай, и есть вероятность дальнейшего погружения, но с евро, обратите, график совсем другой, не как в юане, не как в долларе, потому что понятно, что доллар к рублю, это полная копия юаня к рублю, потому что, как я уже говорил, это чистой воды зеркальный график, да, а вот в евро, нет, евро там свои, как говорится, и рисунки получаются, поэтому, здесь картина может несколько отличаться, потому что здесь Минфин, соответственно, совсем по-другому может себя вести, за этим будем наблюдать, ну, и, как я уже сказал, по юаню, здесь, соответственно, либо возраст 12.60, но явно не выше 12.70, пока, если все-таки идет продолжение укрепления, ну, и, соответственно, 12.25, вот 12.25 надо ждать, дойдут, до туда нет, и пока локально рассматриваю, либо завтра будет разворот, и либо в пятницу, либо завтра, либо в пятницу, либо на завтрашних индустрии потребителей, либо на завтрашних, на послезавтрашнем, на пятницу, да, либо на этом все, собственно говоря, продолжится дальнейшее укрепление, то есть все будет зависеть от того, какая, так сказать, будет реакция со стороны ЦБ Минфина, но еще раз говорю, с точки зрения репатриации, я считаю, мы уже, при том, какие были данные в декабре, сейчас новых у нас нет, я думаю, что мы все-таки уже приблизились к определенному концу, так что вот такая, господа, у нас получается картина, на этом напоминаю, что те, кто интересуется не только курсом доллара рубля, а вообще финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал, трейдер клуб, анализ акций, напоминаю, также, да, в комментариях часто спрашивают, ссылка у нас там присутствует на канал, в описании каждого видео, опускай, как говорится, идите в описании видео, вниз, и там, собственно говоря, вся эта ссылка есть, поэтому можете спокойно перейти, ну и в телеграм-канале тоже можно найти, просто тупо по названию, трейдер клуб, анализ акций, нас уже, в принципе, телеграм достаточно хорошо знает, а также напоминаю, что у нас в телеграм-канале абсолютно вся самая необходимая информация, которая действительно может влиять на ситуацию с рынками, есть прямые эфиры, которые на другом ютуб-канале посвящены конкретно рынкам, каждый день делаем обзоры, это прям живой эфир, можете зайти, даже через телеграм-канал, голосовой чат поучаствовать, задать вопросы, там, о своих позициях и так далее, то есть у нас это тоже всегда без проблем, каждый день проходит, также напоминаю, что у нас есть услуга персонального сопровождения, если вас, соответственно, интересует, например, ваш онлайн-сопровождение по вашим сделкам или акциям, там, или инструментариям, например, таким, как там валюты, где лучше купить, где лучше продать, там, держать и так далее, все это в онлайн-режиме, то, пожалуйста, у нас тоже такая услуга есть, можете переходить и, соответственно, спокойно, как говорится, узнавать, как ее пользоваться. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно живой чат, живой чат, который непосредственно позволяет, собственно говоря, также подписчикам общаться вживую друг с другом, без проблем, выкладывая какую-то свою аналитику, какие-то свои взгляды и так далее, все это у нас разрешено, друг другу помогают, делятся своими успехами и так далее, поэтому, если что, тоже можете подписываться, тоже, думаю, будет вам не лишним. Также напоминаю, что мы, естественно, будем делать обзор валют каждый день, здесь, также напоминаю, что есть у нас, на всякий случай, мало ли, что случится, запасной канал, также на Дзене, поэтому, если что, подпишитесь просто, чтобы он на всякий случай у вас был, естественно, все будет проходить в Ютюбе, но если вдруг что-то, вы всегда нас не потеряете, спокойно найдете нас на Дзене. На Дзен тоже, кстати, указан как резервный канал в описании к видео. Также напоминаю, что, естественно, каждый день, снимая ролики, делая обзоры, ситуацию с рынком, собственно говоря, разбирая все вот эти события, календарей, да, потому что, еще раз говорю, курс плавающий, ситуация может меняться в любой момент, но никогда нельзя забывать о том, что это инструмент ЦБ Минфина, и они, прежде всего, управляют курсом, а не каким художником, с помощью там, уровней Филаначи и прочее, да, поэтому очень осторожно будьте с такими прогнозами. Еще раз говорю, в курсе не требуются американские горки, которые требуются техникам. Техникам обязательно нужны американские горки, какие-то большие трендовые волны в одну сторону, коррекционные в другую, иначе им ничего не понять, для них это просто коридоры, проторговки и так далее. Они на этом ничего спрогнозировать не смогут, потому что, ну, просто не знают вообще, в принципе, на чем может двигаться цена, из-за чего, по каким причинам и так далее. Мы-то, естественно, все это разбираем подробно, каждый день, а в пятницу, господа, подводим итоги недели. Итоги недели, естественно, включают в себя полностью разбор всех календарей, происшедших за эту неделю, то есть самые важные события, естественно, мы оттуда берем, выделяем самые главные параметры, и, исходя из этого, подводим итоги. Из подведенных уже итогов в пятницу мы готовимся к обзору следующей недели, который, соответственно, проводится у нас в воскресенье. К воскресенью мы суммируем данные предыдущей недели, данные за выходные, сейчас вот еще раз говорю, тот же Ближний Восток, выходные, часто какие-то данные могут выскакивать достаточно серьезные, могущие повлиять на рынок, хотя в последнее время, еще раз говорю, игнорирование происходит. Ну и, собственно говоря, те же там, например, ситуацию с нефтью тоже часто бывает, там ОПЕК чуть может подкинуть и так далее. Поэтому в любом случае, тем более сейчас выборы начинаются, там импичменты Байдена, ну всякие и так далее, все это, безусловно, будет иметь значение, и все это может произойти даже в выходные. Поэтому суммируя эти данные за прошлую неделю, соответственно, за выходные и собирая новый календарь на следующую неделю, мы уже начинаем делать прогноз к следующей неделе по курсу валюты, исходя из той аналитики, которая, соответственно, здесь и сейчас, и которую ожидаем впереди, как говорится, которая может повлиять на курс. Таким образом, пытаемся не угадать, не предсказать, не нарисовать с помощью Фибоначи, там уровней всяких там и прочее, шипов биржевика и спекулянтов Елисей, ой, Елисей, вы простите, Кречетова, а Елисеевских там всяких, там кучу картинок и сайтов, да, вот, собственно говоря, реально приблизится, с помощью аналитики, к реальному курсу валюты. Поэтому, если не хотите, собственно говоря, наблюдать всех этих чертителей, рисуальщиков там и так далее, понимать вообще, что, как, почему, зачем, и если они даже что-то там нарисовали, сразу задуматься, а может это быть или не может, и что на это может повлиять, всегда вы можете узнать у нас. Поэтому подписывайтесь на нас и будьте в курсе.